Как Путин сказал, в туалете замочить. Подпишись, чтобы понимать, что на самом деле происходит в стране. В России есть исламские террористы? Вот это вопросик. Я думаю, есть, но очень мало. Конечно. Судя по последним событиям, наверное, есть. Есть. Ну, конечно, есть. Но эти люди не относятся к исламу. Назовем их просто террористами. Да, ну, они как бы себя относят к исламу, но они же неправильно исповедуют. Там не написано же в Коране такого, чтобы мы ходили и убивали людей других наций. А где такие города? Наверное, все-таки ближе к востоку, который. Ну, ближе к Москве. Москва, большие города. В больших городах, наверное. По всей России такие люди могут располагаться. Это во всех больших городах. Террористические акты в нашем маленьком городе привозить. Это для них, это незаметно, да. Но очень много мусульман в нашем городе, гастарбайтеров вот этих. Я на них много смотрю. Они похожи вроде на террористов. Не похожи. Все такие вроде улыбчивые, но с ними мы не связываемся. Чего они добиваются своими терактами? Хаос. Хаос создать в стране. Разрушить Россию, распотрошить нас. Не знаю, они, наверное, доказывают какую-то свою правду, только не могу сказать какую. Напугать, наверное. Все процветало все с ней это все. А они до сих пор еще, это как, не за земли лиса. Насолить нам. Чтобы побольше жертв было, чтобы недовольство выражали своему правительству, президенту. Все против этого. У них есть, наверное, свои какие-то идеи. Запугивание людей, нагнетание страха. Чтобы Россия сдалась, а мы не сдаемся. Наверное, надо быть террористом, чтобы ответить на этот вопрос. Да ничего они не добьются. Всех положим. Нужно ли вести переговоры с террористами? Нет. Не надо, их надо уничтожать. У них что-то в голове так все перевернуто, что, наверное, там бесполезно о чем-то с ними говорить, договариваться. Но такие люди, наверное, слов не понимают. Они не будут разговаривать. Они всегда будут улыбчивые, живут незаметно. Мы их можем и не замечать даже, а они потом нам в спину нож воткнут. Они вряд ли отступят в свои цели вести переговоры. Как Путин сказал, в туалете замочить. Ну, с людьми, с каждым нужно разговаривать. Я думаю, что нужно вести переговоры. По-моему, нет. Это все бесполезно. Они фанаты, и их ничего не проймешь. А как нужно наказывать террористов по вашему? Сажать в тюрьму. Либо депортировать, если у них нет гражданства. Ну, как в Библии написано, око за око. Вообще уничтожать надо всех. Ну, некоторых можно проверить. Ну, и срок хороший. Ну, уничтожать их надо. Пусть это жестоко, пусть это, но я считаю, что это будет, наверное, правильно, чтобы наши дети не страдали. Мы не видели терроризма в нашем. А наши дети растут в такой обстановке, что терроризма очень много, и страшно кого-то куда-то отпускать, даже учиться, что можно попасть даже в наших городах, можно нарваться. Пока существуют законы, мы же что, дикие люди, что ли? Может быть, какие-то есть методы исправления, может быть, что-то можно исправить. Причем тут как бы не все же они одинаковые. Мы их содержим в тюрьмах, так? Потом они выходят и опять занимаются тем, как вот собака нападает на человека, раз кровь попитала, значит, она дальше продолжает это делать. Пускай все будет по закону. Пускай они едут в свою страну и живут там. Мы цивилизованные, и мы должны быть, а мы есть. Мы на порядок выше их. Их его мышления, их их выходок. А вот как Сталин делал раньше, их, мне кажется, только расстреливать уже. В зависимости от того, что они вот сотворили в колокусе и все это, а вышка бы не помешала. Наверное, по всей строгости закона. Но все-таки по закону. Да. Убивать. К сожалению, только так. Я считаю, что убивать другого человека – это большой грех. Ну, как бы, даже если он будет террористом, все равно это грех. Ну, за это пусть люди сами, которые во власти, решают сами. Досмотрел до конца? Поставь лайк, чтобы голос регионов услышали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok